Валерий Петрусевич, соучредитель организации Добро мира волонтеры Крыма и Ольгой Войновской, доцентом факультета психологии КФУ, практикующим психологом. Валерий, во-первых, вас с праздником. Виктория, я не знаю, может быть, вы тоже занимаетесь волонтерской деятельностью. Если вдруг да, то вас тоже с праздником. Спасибо. Валерий, ну вот серьезно, у вас никогда не возникала мысль, что кто-то за ваш счет решает какие-то свои проблемы? Есть мнение, что волонтеры – это действительно дешевая рабочая сила. Их задача – затыкать какие-то дыры в социальной защите населения, да, упущения какие-то, вот там, где чиновники не справляются. Мне кажется, наоборот, ситуация противоположная, потому что волонтеры могут справиться там, где не справляется государство. Волонтеры на месте могут видеть, выявлять какие-то определенные проблемы общества, которые не заметны свисока. То есть мы действительно видим узкие специализированные проблемы, которые можно решить вот таким небольшим участием. Ну а то, что касается бесплатно-рабочей силы, это уже зависит, наверное, от волонтерской организации. То есть есть отдельные волонтеры, которых действительно привлекают. Вот нам нужно вскопать картошку, которая потом будет продаваться. А так можно, да? Просто у меня тоже есть родные решенных проблем, можно к вам обращаться, да? Да, так очень часто. Особенно, причем этим пользуются и частные люди, которые звонят и говорят, вот у нас, например, четверо детей, вы не могли бы прийти помочь прополоть нам огород, что-нибудь еще сделать такое вот домашнее из домашнего обихода? Но это нормальная? Это же нормальная практика или нет? Нет, это не нормальная практика. Нормальная практика, когда ты помогаешь тем, кто в этом действительно нуждается. Когда это социально незащищенные слои населения. Когда человек оказался в сложной жизненной ситуации. Когда человек не хочет ничего предпринимать для того, чтобы помочь себе, то почему это должен делать волонтер? Ольга, вот рано или поздно человек становится одержим своим делом, да? Он загорается этой идеей, если это ему нравится, он действительно у него горят глаза и где-то может даже сносит крышу, да, выражаясь таким языком. Может ли волонтерство действительно перерасти в какую-то манию или в зависимость? Ну, знаете, вообще волонтерство это такое новое движение. Ну, хотя ему около 10 лет, но вот наука-психология недавно исследует вообще этот феномен. И есть масса исследований. Кстати, самый исследованный феномен это мотивация волонтерства. Но что касается вот такой страсти, которая перейдет в патологию, таких еще исследований нет, потому что еще мы не видели таких прецедентов. Валерия, а вы вот в первую очередь, да, касательно разделения здравого, участия в помощи людям или все-таки вот этой мании, вы в первую очередь думаете о себе или о других людях? Здесь ситуация, что каждый волонтер все равно в первую очередь думает о себе. Но вот эта возможность думать о себе, делая добро людям, она, конечно, основная в каждой деятельности. Потому что моя основная мотивация – это дети. То есть мне хочется, чтобы они жили в интересном обществе. Я хочу, чтобы было меньше бедности, я хочу, чтобы был более разнообразный досуг, чтобы были более интересные свободные формы времяпровождения, спортивные, здоровый образ жизни. То есть вот эти все вопросы, они меня волнуют, поэтому я этим занимаюсь. Корыстно это или нет, но это можно судить со стороны. Но у каждого есть свои определенные мотивы. Ну вот вы сказали, когда я сравнил, волонтеры и чиновники поставил на две чаши весов, вы сказали о том, что сверху они не видят проблемы. Но чиновники есть на местах, есть, допустим, в поселковых советах чиновники, есть в администрациях всевозможных социальных, образовательных, медицинских учреждений те же самые чиновники, которые, наверное, видят эту же картину своими глазами. Вот в этом случае почему вы считаете, что волонтеры могут увидеть или сделать большее, чем они? Потому что в волонтерстве меньше существует вот эта бюрократия. То есть известно, что государство это как раз бюрократическая машина. И для того, чтобы решить определенный вопрос, нужно пройти все необходимые инстанции, все необходимые ступеньки. Когда мы складываем пазл для того, чтобы помочь определенному человеку, когда мы можем привлечь там предпринимателей, там привлечь определенную структуру, там привлечь общественность, то эта проблема решается гораздо быстрее, чем если она пройдет по всей необходимой цепочке бюрократической. Вот зрители привыкли, что мы достаточно острые вопросы обсуждаем, а здесь как бы волонтерство, добровольцы, которые помогают людям, более лояльная тема. Но, тем не менее, здесь есть какие-то краеугольные камни, на которые стоит обратить внимание. Вот в этом году, в 2018 году, который принят годом добровольца, Госдума приняла закон о добровольчестве, который предполагает формирование формирование единой информационной системы волонтеров. И вот в этом случае, ваше мнение, нужна ли она, учитывая, что к чиновникам, конечно, удобно. Это вот, условно, котел волонтеров, куда они могут насыпать задание и сказать, ребята, вперед, выполняйте. Но здесь немножко другая система. То есть существует сайт «Я доброволец», на котором регистрируются волонтеры. И это возможность для организации выкладывать события, которые будут происходить, событийное волонтерство, спортивное, социальное, другие какие-то направления, и найти человека, который готов постоять на стойке регистрации, например, на форуме, или принять участие в субботнике. То есть это, скорее, возможность для некоммерческих организаций, для того, чтобы получить вот эту не бесплатную рабочую силу, а получить участников, которые уже узкоспециализированы, например, прошли определенное обучение, если это говорить о масштабных мероприятиях, как Всемирный фестиваль молодежи и студентов, как Олимпиада. То есть для этого люди готовятся, готовятся неделями, месяцами. И когда ты берешь человека, у которого уже это есть досье, ты понимаешь о том, что гораздо меньше уйдет времени для того, чтобы его обучать. Ну или то же самое, если работа с детьми, лишенными родительской опеки, то то же самое, необходима работа предварительная с психологом, для того, чтобы правильно общаться с этими детьми. И если это идет со стороны государства, нет таких событий, на которые можно было бы набрать волонтеров, не глядя. То есть здесь, наоборот, есть определенная база данных людей, узкоспециализированных, а пойдут они уже или нет, здесь нет такого приказного порядка. Наоборот, появляется информация, появляются предложения, и люди откликаются. Те люди, которым это интересно, которым это удобно в определенное время. То есть это не таким образом, что у нас митинг... Это не советский субботник, да? Да, это не советский субботник, да. Ольга, я предварительно готовился к этой теме, и в первую очередь какие-то психологические особенности старался изучить. Вот пример одной из лондонской волонтерской организаций. У них там есть 10 заданий для волонтера, которые предполагают общение с различными категориями населения, с различными людьми, различного рода, ну, можно даже сказать, испытания, наверное, для того, чтобы они поняли, нужно им это или не нужно, или они пришли не по адресу. Вот в этом случае эта же организация утверждает, что волонтеры, они приходят помогать не другим людям, они приходят для себя. То есть с психологической точки зрения это действительно так? Ну, вы знаете, вот по поводу того, что вы сказали, вообще существует сравнительный анализ мотиваций. Вот дело в том, что доказано учеными, что вот у них, у этой организации, все-таки мотивация больше эритруистическая, отличается от наших. У нас новое движение, у нас немножко мотивация там по-другому классифицируется. У нас есть как идеалистические цели, так и прагматические цели. Вот такую возьму категорию. То есть с какой-то целью, там, например, получить навык связи, общения, ну, там целый ряд классификаций. Поэтому это существенно, вот эти исследования отличаются от исследований, которые получили мы в нашей культуре. Поэтому вот как бы же расширенно сказать по ним, ну, сложно. Мы можем за свои исследования сказать, потому что у нас цифры, у нас классификации, вот на этот счет очень оригинальные. Валерия, а вот у вас какая-то система подготовки волонтеров существует или принцип «бери лопату иди копай» действует? Нет, но здесь ситуация, что у нас организация одна из крупнейших в Крыму, и у нас семь направлений деятельности. То есть мы занимаемся и одинокими стариками, то есть социализируем, помогаем им в доме престарелых. И там, например, проводятся занятия еженедельные по художественным занятиям, по компьютерной грамотности и по вязанию. Это то, что вы делаете для нуждающихся? Это то, что мы делаем для нуждающихся. А я сейчас говорю о волонтерах. Ну, вот условно, я пришел к вам и говорю, я хочу пойти там перевезти старую бабушку через дорогу, да? А вы должны убедиться в том, что я адекватен, наверное. Естественно, но здесь получается, что на каждое направление, на каждый проект идут определенные волонтеры с определенными навыками. Поэтому в зависимости от того, в какой сфере собирается работать волонтер, он проходит определенное обучение. В первую очередь мы стараемся пообщаться с человеком в неформальной обстановке. Лучше всего для этого подходят общественные мероприятия. То есть преображение городского пространства. Разукрашивание подземного перехода. Вот у нас пять уже подземных переходов в Симферополе. Субботник. То есть там, где есть возможность больше немного узнать о человеке, понять, какие у него сильные или слабые стороны. Мы на днях снимали ролик. У нас было три волонтера. Они одногруппники, они абсолютно одинаковые. Но у одних сильная сторона – это общение. То есть это лучше анкетирование и взаимодействие с людьми. А другие – они более исполнительные. И для них они как раз подойдут для того, чтобы быть волонтерами с особыми детьми. То есть у них хватит на этого терпения. И они смогут обучиться для того, чтобы пройти вот этот контроль. Ольга, вот современное общество принято считать индивидуалистами. Все-таки люди действительно заботятся о себе. В лучшем случае о своей семье и близких. Они о чем другом практически не думают. Но вот в этом контексте волонтеры кто? А не исключение из правил? Ну, вы знаете, вообще это такая тенденция, которой мы очень рады. Потому что мы очень часто и много говорили о том, что общество невротизировано, инфантилизировано. В общем, все очень грустно. И когда вот появилось это движение, и какие наобороты набирают и цифры, вот я смотрела. Это говорит о том, что общество оздоравливается за счет, собственно, молодых людей. Это значит, что вот этот инстинкт социальный или альтруистический инстинкт выходит на поверхность. Многие могут удивиться, что вот эта вот волонтерская деятельность и вот этот инстинкт помощи другому вообще приносят много радости и счастья. Поэтому это только нам, психологам, на радость, что все-таки через это движение мы будем оздоравливать наше общество. Поэтому у нас взгляд на этот вот именно такой. Вы говорите, оздоровить, да, можно таким образом общество. Но я слышал, что волонтеры зачастую сталкиваются и с психологическим давлением, и даже проблемами. Когда они, условно, тяжелобольные детки, да, они приходят к ним, и, конечно, это откладывается, серьезно откладывается и влияет на их психику. Ну, вы знаете, да, это немножко другая проблематика, которую тоже нужно исследовать, какие-то коррекционные вещи вносить, потому что, повторюсь, это новое движение. Вот в данном случае я бы вот показала бы, что одно из исследований говорит о возрастных особенностях волонтерства. Например, молодые люди больше любят общение, какую-то такую активную деятельность, средний возраст больше любят волонтерскую деятельность в целях самаризации. А вот более пожилые люди, они любят именно вот такое вот сострадание. Вот им бы больше помогло, вернее, подошло бы вот в этой сфере быть волонтерами. Ну, молодому поколению, вот то, о чем мы сказали, сложнее работать. Ну, это еще требует доработки, мы что-то будем над этим думать. Ну, здесь еще можно говорить о том, что у волонтеров тоже есть профессиональная деформация. То есть со временем ты привыкаешь к определенным проблемам. То есть я, например, специализируюсь, чаще всего работаю с детьми, лишенными родительской опеки. То есть интернаты, это детские дома, сироты. Многие спрашивают о том, насколько это сложно и как тяжело общаться с такими детьми. А мы уже смотрим на это иначе. Мы думаем о том, как правильно с ними взаимодействовать, как настолько долгосрочно построить с ними отношения для того, чтобы можно было потом их социализировать, чтобы потом стать с ними друзьями. Ну, знаете, я сегодня интересную историю прочел о том, как доброволец, это был его единственный опыт, он ходил продолжительное время в детский дом, общался с детками, они к нему привыкали. Но за что его персонал, собственно, пожурил, потому что сказал, вы сейчас дарите им ласку, они к ней привыкают, а что мы будем потом делать с ними? В том-то и дело, что нужно дарить не ласку, нужно дарить навыки, которые потом будут применяться. У нас, например, программа социализации, профориентации. Мы объясняем ребятам основу финансовой грамотности, мы объясняем о том, каким мошенничеством они могут столкнуться, мы объясняем о том, как готовить кушать, элементарные вещи, которые они не знают, находясь. То есть вы учите? Да, мы учим поведению в различных чрезвычайных ситуациях. Мы возьмем их на предприятие и показываем, что значит та или иная профессия. Потому что если они знают о том, что они пойдут и будут работать с строителями, они не представляют, как происходит вот эта работа на стройке, и побывав там, они действительно начинают уже больше ориентироваться в жизни. Мы оставляем контакты, мы их трудоустраиваем, мы стараемся решать их проблемы и после выпуска. То есть те, кто действительно хотят устроиться, мы им помогаем. Ольга, вот вероятно, все-таки эта история была в первую очередь адресована психологу. Ваша позиция, я сейчас говорю и о психике волонтера, который приходит и видит все это, и в первую очередь о психике, если мы говорим о детках, то их... Вы пока говорили, я так и подумала о том, что тут, конечно, в сопровождении психолога бы желательно, чтобы регулировать вот эти последствия. А вот то, о чем вы сказали, это совершенно невероятно полезная вещь, чтобы именно социализировать ребенка, потому что это тоже одна из проблем, которая вот у нас, психологов, потом ложится. Мы это изучаем, исследуем и имеем большие проблемы именно в этом вопросе. Валерий, но мы привыкли к тому, что волонтерство – это что-то такое вот доброе, что-то однозначное, да, что вот волонтерство равно добро. Добро. Добро мира, волонтеры Крыма. Но есть несколько неоднозначных абсолютно примеров. Это стоп-хам. Тоже добровольцы, выходят на дороги, по сути, регулируют движение. Изначально эту инициативу приветствовали, да? Сейчас люди просто озлоблены на это движение, потому что действительно перегибают палку и в какой-то мере даже провоцируют водителей. Вот разве это не... Ну волонтерство что, в лучшем проявлении своем стоп-хам? Честно говоря, у меня вот как бы, да, негативное тоже отношение к стоп-хаму. Поэтому я... Нет, стоп-хам это не наше, поэтому у меня к ним тоже достаточно негативное отношение, потому что я считаю, что должен человек, который пытается учить как бы парковаться, и я как опытный водитель уже тоже в этом, он должен иметь автомобиль и понимать. Для того, чтобы ругать за парковку, необходимо сделать эти парковочные места, необходимо решать транспортные проблемы и участвовать в их решении. Когда ты отвергаешь, не предлагая, не предлагая альтернативы, не участвуя в общественном движении, в транспортных рабочих группах, то это исключительно как бы теоретическая часть. Есть волонтеры, которые негативно относятся к обществу. То есть, например, рабочие группы, которые ходят, ругают тех, кто пьет алкоголь на улицах, тех, кто употребляет сигареты, табак. Вот тоже люди относятся негативно, потому что, когда это любого вида зависимость, то человек воспринимает это негативно, но не всегда это несет какое-то плохое направление. Бывают действительно субъективные такие факторы и очень корыстные волонтеры. Когда нам звонят и говорят, а если я приду и поучаствую у вас в мероприятии, я получу благодарность, я получу грамоту, я получу вот это. То есть мне за это на работе там полагаются определенные плюшки. Но у вас есть какие-то расходы? Транспорт, бензин, бухгалтерия? У нас полноценные расходы такие же, то есть у нас благотворительного фонда такая же юридическое сопровождение, как и для обычной организации. Ведут это специалисты, но не волонтеры? Волонтеры. Или все бесплатно? У нас, получается, ведут волонтеры. Но, конечно же, профессиональные, в основном, некоммерческие организации, они имеют уже бухгалтера на окладе и имеют целый штат. Потому что человек, который занимается этим профессионально, не всегда может позволить себе заниматься этим в свободное время или не имеет дополнительного источника дохода для того, чтобы позволить себе просто заниматься. Объективно говоря, волонтеры, которые работают за бесплатно, не могут платить бухгалтеру, да? Да, грубо говоря. Ольга, вот вы до этого сказали о том, что, по сути, волонтерское движение, оно только набирает обороты, и в том числе для психологов это тоже интересное явление. Но для некоторых волонтерство, оно выглядит распиаренным трендом. Вот все мы знаем, что сейчас, условно, кто-нибудь из молодой компании пойдет добровольцем, да, равняясь на него, молодые люди тоже пойдут в волонтеры. Вот, по сути, быть волонтером из-за моды современное поколение может? Ну, вы знаете, я, может, скажу абсурдную вещь, но я бы здесь проголосовала за, пусть это будет пока даже как пиар, но поскольку он несет столько положительных качеств, и это будет воспитательным аспектом для будущих поколений, это формирование вот этих ценностей, которые мы стали забывать, и очень бить там все колокола, вот мы, психологи, говорили, и у вас даже на передаче о ценностях, которые уже пострадают в нашем обществе. Поэтому, если даже это какой-то пиар, пусть он будет, как вот начало, всегда бывают такие сложности в начале любого дела, поэтому, хотя я вот это слышу крайне редко, вот, может быть, понимаю, что такое можно услышать, но не слышала, чтобы вот именно так. Как это люди трудятся, укладывают энергию, ресурсы, ну, это достойно. Нет, на самом деле, это действительно есть такая тенденция, есть блогеры, которые специально участвуют как бы в благотворительных каких-то моментах, зачастую они делают это неправильно, то есть мы часто говорим о том, что помогать нужно правильно, и что если, опять же, ты едешь в тот же детский дом, то лучше повезти туда не подарок, а провести какое-то полезное мероприятие, полезное занятие. Но, тем не менее, несмотря на и дурной пример заразителен, и положительный пример также заразителен. Поэтому после этого идет определенная волна, когда люди интересуются, когда люди хотят поучаствовать тоже в мероприятии, так же, как их кумир. Разве это плохо? Ну, мне кажется, нам нужно объединиться, Лера, после сегодняшней передачи. Я смотрю, что волонтерам без психологов будет очень сложно. Те проблемы, которые вы показали, что нужно все-таки правильно подходить и к таким детям, и к старикам, и к каким-то вопросам, и где-то, ну, переходит в хамство. Здесь точно мы, психологи, бы вас научили. Поэтому давайте как-то объединяемся. Собственно, вечер лайф наводит мосты. Валерий, ну вот, продолжай. А зачем волонтеру нужна волонтерская организация? Вот условно, если я хочу помогать, да, я увижу конкретный факт необходимости помощи, я приду, сделаю, помогу. Я не буду разглагольствовать о том, что вот, я сделал, писать в социальных сетях, приглашать других. Я это сделал в первую очередь для себя. Я захотел помочь, я пришел и помог. Зачем организация? А вот если вы самостоятельно можете решить эту проблему, то, конечно, да, для этого не нужна обязательно помощь. Если вы хотите провести субботник у себя во дворе, то для этого не нужно об этом трубить на всех социальных сетях. Хотя, возможно, именно ваши выложенные фотографии станут для кого-то мотивацией. Ну, а сейчас у нас последняя ситуация. У нас дедушка без электричества, то есть который живет фактически в землянке, фактически во времянке, и у него нет ничего. Самостоятельно эту проблему не решить. То есть нам необходимо подключить Крымэнерго, нам необходимо подключить администрацию, социальные службы. Нам необходимо подключить общественность, собрать средства, найти бизнесменов, которые смогут подключить вот это электричество. В результате вот завтра уже дедушка будет со светом. А как складывается контакт, допустим, с теми организациями государственными, в первую очередь, которые вы перечислили? У нас складывается действительно успешно. Но мецената искать нужно. Мецената искать нужно. То есть за бесплатно они не работают, не готовы помогать своим гражданам? Бесплатно они не работают. То есть они делают ровно в рамках своих компетенций. Но когда у вас налажено общение и работа, то это можно ускорить сроки. Можно улучшить, скажем так, качество предоставляемых услуг и скорость, которые решают те или иные проблемы. Но все равно необходимость взаимодействия с бизнесом для того, чтобы решить те или иные ситуации, оно тоже необходимо. И здесь уже волонтеры, волонтерская организация, которая имеет свою репутацию, которая уже заявила о себе, она как раз является вот этим посредником между властью, между бизнесом, между общественностью. Ей доверяют с трех сторон, а они уже аккумулируют все эти усилия для того, чтобы решить точечно эту проблему. Ольга, ну вот на сегодня, да, 2018 год волонтерства. Действительно, очень много об этом говорили, много писали, создавали всевозможные организации волонтерские, в том числе при высших учебных заведениях, да, вроде как студенты, они самая активная часть населения. Но я очень сомневаюсь, что, допустим, при вузах это было исключительно добровольно. Да, вот Валерия в самом начале программы сказала о том, что бывают случаи, когда там на субботник сгоняют палками, да. Вот в этом случае, если человека заставляют быть волонтером, может ли это сказаться на его мировосприятии и дальнейшем желании помогать обществу? Ну, я думаю, что если какая-то ситуационная такая вещь, что вот как бы студентов попросили, не уверены, что прям выгоняют, такого у нас нет лично у нас в университете, может быть, ну, как бы непринудительная как бы в виде просьбы, но эта ситуативная вещь, она как и пользу не принесет, но и вреда сильно не принесет. Пользу может принести в том моменте, что человек-то прикоснется с этим, и может быть вкус все-таки у него появится к этой деятельности. Могут сказать только за своей факультет. Наши студенты всегда с огромным удовольствием участвуют в разных волонтерских движениях, потому что они, психологи, знают, как это полезно для психики, для здоровья, вот эти вот электроистические мотивы. Поэтому наших даже не приходится и заставлять. Ну, то есть это как мама с пирожками. Ты попробуй, съешь, не съешь. Да, понятно. Здесь ситуация, например, у нас есть, мы сейчас работаем со школьниками, и для школьников есть определенная программа. То есть они в течение года пробуют себя в различных направлениях. Социальное волонтерство, экологическое волонтерство, событийное волонтерство. Нельзя сказать, что ребенок 10-11 класса мечтает к этому присоединиться. Но попробовав себя в разных сферах, в разном направлении, он находит то, что откликается в душе, и, может быть, останется в этом надолго. Валерия, вот вы говорите о том, что учите, да, в том числе деток, там, незащищенные социальные категории, чему-либо, да, каким-то навыкам, навыкам в том числе жизни, да. А чему учите школьников? Работать бесплатно. Вот школьник, какие у него навыки будут? Он привыкнет помогать бесплатно, он привыкнет работать бесплатно или за копейки. Не подумайте, что это моя позиция, но вопрос такой напрашивается. Нет, здесь ситуация по-другому. Труд ведь должны ценить. Труд должны ценить. Но то, как мы учим школьников, это совершенно другое. Мы учим говорить о том, что мы учим воспринимать, что у каждого из нас есть чем поделиться. Когда у тебя остаются старые ненужные вещи, ты можешь отдать их на благотворительность. Это не тебе в ущерб, но кому-то это может оказать пользу. Вот подобный подход, когда это тебе не в ущерб, но для кого-то может принести небезразличие, внимательность к тому, что происходит рядом. Вот это то, что необходимо нашим детям для того, чтобы потом они могли включиться в ту или иную ситуацию. Вопрос не в том, чтобы сделать это бесплатно, а в том, чтобы совместными усилиями, вместе с друзьями, в свободное время помочь бабушке нарубить дрова, и это будет уже хорошее, доброе дело. Ну, кто еще, если не волонтеры, я сомневаюсь, что многие чиновники станут обниматься с бабушкой и петь с ней песни под баян, ради ее, в первую очередь, душевного и морального спокойствия. Здесь же и навык вырабатывается у молодых людей, которые еще профессию не имеют, но пытаются себя найти в чем-то. Они же очень часто путаются в том, что они хотят на самом деле в жизни. И когда вот такая даже временная волонтерская деятельность, там же подросток, молодой человек, он же приобретает определенный навык и чувствует, это его или не его. Поэтому пусть он эту помощь оказывает не персонально, но это очень полезно будет и дальнейшем для общества, чтобы вот ребенок, подросток правильно выбрал свой путь. А есть еще важное направление волонтерства, как событийное, то есть сопровождение форумов, различных массовых мероприятий. То есть здесь уже и основы коммуникации, и основы делопроизводства, то есть много масса полезной информации, которая потом пригодится в жизни. Ну, как бы там ни было, как бы мы ни относились к волонтерским организациям, самим добровольцам, одни считают это дело нужным, другие нет, у каждого свое мнение. Но вполне очевидно, что каждый человек хотя бы один раз в своей жизни сделал какое-то доброе дело. Дамы, я вас благодарю за беседу, зрители, за внимание. Увидимся завтра в этой же студии в программе «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим.